МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфиры программа «Новина региона» у студии Екатерина Градницкая. Вітаю вас и сегодня в выпуске глядите. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Могуть хрыстаться до 30-го червеня. Кто може ездить бесплатно у громадским транспорте? Самая великая у Могилёве на площади Ленина монтируют головную сцену, где пройдя основный концерт, присвященный дню города. На поудни слубки термометра могут показывать и плюс 35. Синоптики обвешают оранжевый узровень небеспеки. Президент Беларуси Александр Лукашенко накерувал в Віншаване 750-ти годзем Могилёва. У своем послании беларуский лидер отзнашил, что у города долгая и непростая история. Однако сейчас это сучасный индустриальный, науковый и культурный центр. Отзнашил Александр Лукашенко. Дарыши за высокие достигнения в своей голене, по выниках 2016 года, на республиканскую дошку гонору трапили пять процедуников от Могилёвшины. Беларуси ПМК, Калгас Радзима Беларуси, Могилёвский державный лицей номер 3, Могилёвский областный методичный центр народной творчести и культурно-осветницкой деянности, Могилёвский филиал РУП Белтелекам. А Могилёвская область уцелым разом с Бресткой занесены на республиканскую дошку гонору у сферы экономии ресурсов. Урачистости, промеркованные до дня народжения Могилёва, распачались ушанованием памяти тех, кто загинул за Радзимом. У гонор 73-й годовины вызволения одня Мецка фашистских захопников, кветки, допомников загинулых под час великой очины усклали представники керавництва Могилёва, громадских организаций и объединаний молодь. Удельники урачистостью отзнашают, не глядяши на даунину падей, мы памятаем усё. Иудячный за героичный подвиг, який подарил нам максимум жить в сучастном городе под мирным небом. После войны город прошёл достаточно большой период, когда это всё отстраивали, когда пытались вернуть ему ту же красоту, которая у него была до этих ужасных событий. И сейчас он, мне очень нравится современный Могилёв, и надо только идти вперёд, и он будет ещё лучше и крашен. В этот праздничный для нашего города день хотелось бы вспомнить историю. Прошло столько лет, и город наш изменился, стал красивый. Расцветают сады, украшаются парки. Приятно, что наши могилевчане вложили свой вклад. Я люблю свой город, поэтому то, что сегодня делается на различных участках нашего города, начиная от благоустройства и заканчивая патриотическим воспитанием, в том числе охраной памятников, памятью о наших предках, о наших родителях, дедах, участников всех событий. В першине у Могилёвя на площади Ленина монтируется модульная сцена. Ее доуженя 42 метры. Дополняют ее три веолизные экраны. Тут пройдут основные мероприемства, присвященные Дню народжения города. Организаторы плануют представить реконструкцию подеги истории с 1267 года по сегодняшний день. Нагадаем, что с 21-й годины на телеканале «Беларусь-4 Могилёв» будет вестися про мая телевизийная трансляция святочного концерта «Виват Могилёву-750» и 3D-мэппинг-шоу на будинку Дома-саветау. Бесплатный проезд у громадским транспорте для школьников на Могилёвшине денежное до 30-го червеня уключено. Специалисты отдела энергетики и транспорта Могилёвского Гарвы-Конкаму докладняют. На Могилёвшине право бесплатного проезда предоставляется навученцам и выхованцам установ агульной средней и специальной эдукации на основе доведки. Школьники могут користаться этим правом с 1 вересня по 30 червеня. При этом немае значения добирается навученец до школы в гурткате спортивной секции. Что до выпускников 11-х классов, то я не так само могут користаться льготами до 30 червеня. Нагадаем, доведка выдаётся во установе эдукации. Из 1 вересня усе навученцы повинны ею обовязково обновить. Податковые консультанты худка повинны заявиться в Беларуси. Належением таких фиксальных выплат для предприемств и индивидуальных предпринимателей будут займаться квалификованные специалисты. Это повинно повплевать на снижение податковой риски. Про цех темы у Алены Милюшанковой. Податки повинны подлечивать профессионалы. И худка податкоплательщики смогут звертаться за допомогой минавито-давурских специалистов. У нас на сегодня в стране считает бухгалтер должен знать всё. Он должен быть самым мегаумным, знать всё законодательство юридическое, налоговое, нормы бухгалтерского учёта и так далее. Поэтому налоговый консультант это будет узкий специалист, который на основании каких-то обработанных первичных документов, где может быть бухгалтер менее низкой квалификации, должен просто правильно посчитать налоги. Он должен всё знать про налоги и отчитаться перед налоговой инспекцией в случае проверки или каких-то вопросов. Предприятие и вообще в целом налогоплательщиков. И инвесторы, которые приходят сюда, они хотят работать с налоговым консультантом. Не только для того, чтобы они им прояснили налоговый климат в Республике Беларусь и сказали наиболее эффективные пути создания предприятий, инвестирования предприятий в регионах Республики Беларусь, но и также взяли по аутсорсингу. Ситуация, когда одна организация подамоведа ручая, другой выполняет за себя полные виды деятельности, является международным стандартом податкового обслуговывания. По слову специалистов, кероники предприятия Могилёшины начали у всех частей корыстаться такой системой у податка обкладанья. Это ещё серьёзная правовая защита налогоплательщиков. Потому что, разговаривая на одном языке с налоговыми органами, налоговый консультант может серьёзным образом защитить налогоплательщика. Это в первую очередь. Во-вторых, он может предупредить налоговые риски. По слову представников Министерства по податках, проект отповедного указа двойчей прошёл обмеркование. Алена Мельшанкова, Виталь Бобсио, Новины региона. Магутный Божий фестиваль «Яднание» – это башня и на концертных плясовках, где на одну сцену выходят представники разных стран и конфессий. И на конкурсных прослуховываниях. Он объединяет коллективы с разной подрихтовкой и вокальными махчимостями. Но жюри означают приемно, что выканавцы понимают то, о чем спевают, и пропускают про своё сердце. Органичный синтез мастатства. Так адвокалися глядачи про галаканцерт фестивалю «Магутный Божий». Но эта сценичная пряцовка объеднала десятки хоровых и танцевальных коллективов. Поразительный репертуар. Особенно мы работаем под произведением молитвы оптинских старцев. И не секрет, что, конечно, родители приучали к этому. И с детства знают эту молитву. А работает под неё большая честь. Настроение приподнятое. Мы предвкушаем большой праздник участия. Сотни хорыстов стали одним коллективом. Величные масштабно гучали Магнификат Иоганна Себастьяна Баха. Двухорная кантата Бартнянского. И гимн фестивалю «Магутный Божий». Соправдный зорка галаканцерту легендарный хор Митрофана Пятницкого. Многие замежных гостей означают, что на их родиме нема фестивалю подобных до «Магутного Божий». Тому и едут миновито у Магилёв. Такого масштабного, где съезжаются люди с разных городов, с разных стран, я не видела. Мне очень близка вообще идея, чтобы все христиане всего мира, верующие в Иисуса Христа, именно объединились и верили. Оно важно, чтобы они видеть, насколько Бог один из каждого стран, приезжая туда, они верят один Бога. Это очень красиво. Духовная музыка не отмавляет сучастных молодежных мотивов. Усуги с поколением одна за сабливостью фестиваля «Магутный Божий». Алена Соловьёва, Дарья Семянюк, Новины Региона. Резкое повышение температуры прогнозуется на Магилёвшине у Чацвер 29 червеня. С поудневого захода Европы будут поступать вельми теплые поветренные массы. Синоптики обвешают оранжевые у зровень небезпеки. Дзённые температуры по области будут достигать 30-34 градусов. А на поудне знак на слубку термометра может подняться и до 35 градусов. Резкие перепады температуры могут негативно отбиться на стане здоровья. Урачи рают, а про нацветлое свободное оденье с натуральной тканины не забывать про головный убор. Причём люди с пониженным артериальным тиском могут отшувать себе гостчим гипертоники. Возьмите с собой препараты, які примаете. Позбегайте душных помешканий и скопления людей. Питьё достаточного количества жидкости. Причём жидкость – это вода, компоты, морсы. Ни в коем случае не употреблять алкоголь. И не рекомендуется пить такие крепкие напитки, как чай, кофе. Следует ограничить физическую активность и пребывание в жаркое время суток, особенно днём на свежем воздухе. Лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями не рекомендуется находиться в жаркое время суток, днём, особенно с 11 до 16.00 на свежем воздухе. Субтитры подогнал «Симон»